Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. С вами Марс. Мы продолжаем проходить тотальную конверсию к Скайриму под названием Эндерал. Мы находимся у главного входа в Арк. Я так понял, это местная столица или один из больших городов? Ух ты, какой охотник! Нет, у него обычная одежда. Не-не-не-не-не, ничего. Прошлая серия закончилась вылетом, но, благо, запись была восстановлена. К сожалению, не записалось моего прощания, но да ладно, это небольшая потеря. Орбилус, мой сын. Пожалуйста, Господь будет уничтожить вас для вашего качества. И вот мы. Добро пожаловать в Арк. Но мне казалось, что он был в заточении в Нереме. С его собственным сыном, Нерезал, да. Но примерно два и полтора лет назад, он вдруг появился в Эндерал. Позволю уточнить. Самый преданный слуга, рождённых светом, возвращается в Эндерал в компании своих бывших заклятых врагов? Нормально. Так значит, что злейшие враги, рождённых светом, теперь заодно с их самыми преданными слугами? Это, как минимум, странно. Ты говоришь мне. Но, вероятно, их альянс имеет то, что связано с этой красной мудростью. Я думаю, что мы увидим, что случится. Ну, ладно, я разберусь. Хорошо. До свидания. И приятного аппетита. Пустота выполнена. И книгу он забрал. Ну что ж. Встретиться на рынке. В пределах арка вы также можете использовать указатели для путешествия между разными районами. Для этого просто пройдите к указателю и воспользуйтесь им. А, это квиксейвы, типа, да? Ой, быстрое перемещение. Квиктрел. Вон оно как работает. Бля, то есть я мог перемещаться и до этого. Я просто не знал, как это делать. Я понял. Ну, для начала мне нужно на храм солнца, квартал знати, гавань, рынок, пригород. Рынок. Меня интересует рынок. В первую очередь. Ты хлеб толкаешь. С большим энтузиазмом. Не буду я с тобой разговаривать. А, это курочка. Это не похоже на рынок. Нет, это выход из города, просто другой. Видимо, я... О, кузница. Пошел нахер отсюда. Резко. Железный меч. Это то, что я умею крафтить, да? Судя по всему. Давайте посмотрим сразу по рецептам. Сейчас я только пролистаю список до конца. А, это все. Я больше нихера делать не умею. Досадненько. Так, что у нас есть? Ремесла нужно 33 для меча-звездняков. Это, я так понял, двемерский двуручник. Длинный охотничий лук. Это я уже умею делать. Боевой молот. Умею делать железный меч. Это обычная железяка. Железный щит также. Кожаная кираса мне знакома. Рюкзак уже на мне. Понятно. Прочная кожаная кираса. Вряд ли она мне интересна. Стальная кираса. Вот нужно 20 ремесла. У меня 20 ремесла вроде как нет. Книга по двуручному. Тяжелому. Денег кот наплакал. Что тут, блять, одни бомжи работают? Я не понимаю. А, стальная кираса. Так вот она как раз таки и на мне. Вот так она и выглядит. Слиток темной стали. Необходим. Ну, давайте проточим наши перчатки. Все равно это ничего не стоит. Ага, зачарованное оружие я точить не могу. Ну и ладно. Поднимем еще урон от наручника моего основного. Так, ну кузницу я по крайней мере нашел. И не только кузницу. Тут еще и плавильня есть. Вот. Вот этим стоит заняться. Металлолом древнего народа. Вот это вот стоит там собирать всякие тарелки, хуелки. Темная сталь. Но это чистой воды и вонит. Ну ладно. Давайте сделаем пару слитков. Просто чтобы было. И раз быстрое перемещение работает, можно будет сложить все в... ...речном. Вы в порядке? И если я буду, то что это для вас? Слушайте, я знаю, что вы имеете в виду хорошо, но не сейчас. Пожалуйста, не сейчас. Ха, помогай. Кто ты, Лорем, Ватерблэд, реинкарнатированный? Я, может быть, ты можешь мне помочь. Но я думаю, что мы both знаем, что это действительно означает. Ты хочешь денег? Да. Все, кто хочет денег. Это все, что держит этот мир в порядке. Этой бастер-голфер показал это. Ах, я не должен говорить так, чтобы тебе. Но все равно, пожалуйста, просто дайте мне быть. Просто иди. Да не вопрос. Я потом с тобой пообщаюсь. Мне нужно найти рынок. А я заблудился в хламину. Да. Ну, знаете, струнные мотивы, это прекрасно. И хорошее сопровождение. Вот сразу вспоминается готика. Вот оно. Вот сюда вот я могу сложить всякое. А что я могу сюда сложить-то? У меня ничего такого прям сверх тяжелого нет. А, вот эти вот всякие рубанки, пилы, хуилы. Вот это вот я, пожалуй, положу. Я просто подозреваю, что оно мне нахер не нужно. Вот лопату я оставлю, потому что, мы уже видели, можно найти клад. Меч звездников оставлю. Это выложу, пожалуй. Малый рюкзак. Циркуль. Немного разгружусь. Буквально чуть-чуть. Вот это я бы на разбор, конечно, все кинул. Ну ладно, пока так. Это место надо бы запомнить, какого, господи, куда я? Б. залез. Где, сука, рынок? Аллилуйя. Это, блин. Уйдай, мои слова, о стеанanas, о стеанаций и сверху цивили. Многие из вас уже слышали. Ну ладно. Да, тут я не слышал, что-то было бы забываем, как вылазить ее. Эти, блин, они хороши, грибы, бамбананасы, речи, бамболи, доходи, ни ольга, с дуны вышли. Медо в стеанам, стеанами, стеанами. заманчиво ух ты стальной шлем да я просто посмотрел чудо посмотрим что у тебя тут есть собственно железная уже начинает появляться зачарованное оружие в продаже это прекрасно на моему одноручное оружие вот это вот книжки кстати которым не подходит только не у тебя довольно дорогие мудила ремесло адепт по ремеслу много их у тебя не купить к сожалению по защите карманной кражи вот это пиздец дорогие на одноручное оружие но это видите для прокачки навыка до ста нормально у тебя тут всякого смотрю темная сталь так о то есть он чё хуже чем мой стальной шлем хуже чем мой сука капюшон но щит я наверное оставлю стрелы весу не имеют этот кинжал можно продать ну вот он мне не нужен на самом деле все какое-то я время я с ним походил и и достаточно так подожди ты хочешь сказать что мой капюшон действительно больше держит что ли доспех 18 приколитесь пиздец блять мой тряпочный капюшон круче чем вот этот вот шлем прикольно а вот и стальные кстати перчатки мои проточенные дают точно такой же процент защиты так но с эбонитами сапоги конечно не сравняться а по оружию у него ничего красивого или вкусного нету нам ну вот какой-то меч есть зачарованный но это мусор тю ладно пойду прогуляюсь давайте заглянем вот к жевнику прошлый раз у кожевника я купил кинжал сервис а в курс так оружие о о о о о о смотрите какая к прелесть критический удар повышается давай сюда отлично чё по броне так это нам знакомо прочная кожаная кираса этого тока кроши я могу крафтить кожаный шлем пишет круче но окей покупать его не буду выглядит он ужасно зелье лечения болезней давай сюда на последние деньги мне надо сейчас мы посмотрим у меня там был чародейская лихорадка вот она атаксия надо пить зелье жизни зелье здоровья смысле я ж только шо его купил батья походу ослеп сопротивление огню электричеству здоровья вот она зелье исцеление болезни отлично эффект стандартный у тебя тут есть точилка и дубильный станок давайте волчьи шкуры сразу пустим на кожу чуть я не подумал об этом да 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 отлично да блять не мешай и заменим кинжал немножечко подняли урон зачарование осталось хорошо так ну что у нас получается по итогам денег нет а то такси я вылечился но при этом так одноручная 35 по крафтингу бы еще в кинуться очков воспоминаний одно так а двигать куда надо сейчас давайте ка посмотрим ассортимент товаров например наличие вещей неинтересно так ну с людьми я пообщался давайте-ка теперь пообщаемся с квестодателем может опустим болтовню ты охуел что ли ты во что меня одел блять ну где мы мать твою что ты блять меня одел у меня 50 монет остался меня вообще что-то хоть осталось из оружия а он все оставил просто я как бы ну ладно не будем квест ломать а журналисты после паспады это февер у нас и в 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 Я надеюсь, что мой работник может рассказать вам об этом. Здравствуйте! Окей, почти там. Это святая земля, Аутлендер. Ты не принесешь. Это святая земля, Аутлендер. Ты не принесешь здесь. Подождите, господи. Никаких педагогов в этом месте без исключительной разрешения. Кто ты и что приведет тебя к этому святому месту? Бизнес. Я Деспард Белберек, и я работаю в Нарамезе. О, да. Мерсенери. И кто ты? Остлендер. Остлендер Делуна. Винн. Мерсенери. Что ты скажешь? Мерсенери. Ну, он звучит. Остально. Ты может пройти. Но, уверен, в этом месте, который удерживает, мерсенери. Ты тоже, мой Судер Делуна. Ты имеешь в виду, господи. Спасибо. Я кланяться тебе не буду. Где мой Паш? Где мой Паш? Принесите мне новые ботинки. Блядь, ну ты и сказку выдумал, то пиздец. Я парфюмер, да. Ну, это лучше, чем я ожидал. Империя нежных ароматов Марио Делуны? Ты серьезно? Это все, что важно. Никто не поверит кого-то, кто уже в храме. В любом случае, я думаю, это время, чтобы я вам рассказал немного больше о моем работе. Его имя Константин Файерспарк. И он один из Миратса Лоренфио, председателей, который новый Миратс, Теолоренфио, привезли сюда по кораблю два года назад. Это означает, что он один из первых арч-енемейцев Те Ордер. Они обычно вязали красный, а Теолоренфио вязали красный или красный. Это может сделать это легко для вас сказать их. Файерспарк довольно-таки самый старый из Миратсилл, и довольно хорошо посадил в магию. И отлично, от того, что я слышал. И он очень сладкий и любитель, поэтому даже в Киперах любит его. Я надеюсь, он может рассказать нам что-то о этих Визионах, и помогать вам избавиться от болезни. Ладно, потопали. Будем надеяться, что он что-нибудь может мне рассказать. Да. Ах... Непосредственно. Это то, что они. Все из них. Хорошо, здесь мы. Хм... Подожди. Нет, 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 нет. Это не так, как ты это делаешь. Да, это просто... Бластед, я просто осторожна. Мы должны... Как мы делаем. Дай мне это. Не... Хм... 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 Хм… Хм... Хм... Знания, давай сюда Версия этого самого комната, например, с теми же человеком в ней, только что Майсер Фiresпарк в огне И что описывает арканист, кто-то в магии, что он или она может видеть эти другие реакции и позволить их вернуться Ну, посмотрите, Jasper! Ты меня удивляешь! Это то, что я заработал Как мощный арканист является зависит от трех факторов Сколько далеко он может видеться Сколько хорошо он может привести части из них в нашу реакцию И, наконец, как хорошо его мозг может видеть другие реакции с нашими Симултанно с нашими Звук светлого арканиста Это легче, чем называть метеор из неба, чтобы говорить плейненал Но, как я сказал, читайте Голденстайн, если вы интересны в этом теку Сколько, я не буду встать время с учебниками Ну, в принципе, общий принцип, я понял, но давай еще раз Я просто не вижу эти введения, они ощущаются иначе, как реальность Ах, ну, если это то, что вы хотите верить, пойдемте Я, в любом случае, никогда не увидел такой феноменон В более 50 лет изучение магии И теперь мы должны... Все начинается с мечами Что это? Наши шутки зажигающие шутки Это место выглядит как божьем для тебя Или что ты думаешь, что ты можешь поедать В любом случае, что ты не можешь на это Тушить на что-то, что ты не можешь на это Эти документы, по-настоящему, на то, что ты не можешь Я знал, что это было ошибок, чтобы найти Да, это правда. Сверкающий белый свет и обугленные тела, но плоть на них была ненатуральной, серой, и повсюду доносились странные голоса. Ну и как это сделать? Обуздать магию? Ну, это обычно процесс уплотнительного. Счастье, что ты чувствуешь, это из-за того, что ваш мозг не способен обеспечить все эти возможности, так сказать. Ритуал, которые практичат андролея, чтобы держать глянцы под контролем, называется «Джерни в воду». Счастье, это означает один год долгой медитации, пищевая ежедневность и обстанность от того, что позволяет жить. Счастье, арканисты тогда научатся обеспечить эти остальные реалитеты от нас, и февер становится меньше и меньше. В любом случае, мы в Неремисе не знаем способствовать этого процесса. Счастье, если вы хотите. Я не могу это делать, но еще один из нас есть. Ее имя Ласшери, и вы должны найти ее как быстро, как возможно. Ну хорошо, я пойду и найду ее. И где мне ее искать? Она сейчас в университете, в котором называют «Олдый Рашинград», не далеко от Арк. Просто скажи ей, что я вас отправил. А, Эм, дай мне эту карту вашего. Ну да, прикольный чувак. Во время основного сюжета Эндерала у вас будет возможность сблизиться с некоторыми персонажами. Внимание, эти задания не будут доступны всегда, и если основной сюжет зайдет слишком далеко, сюжетные линии отдельных персонажей станут скрытыми. Свитки телепортации в Храм Солнца и в Арк, плюс монеты. Сатэнчик, да. Но я могу уже переодеться, по идее. Каждый день как последний. Украшение волны. Единственное место. То есть, как вы видите, квестов довольно много. От простых collectables, до, судя по всему, реально глубоких. Надо переодеться обратно, это ж пиздец какой-то. Господи, по типу. Вот еще бы где-то найти мне колечко на одноручное оружие именно. Было бы совсем хорошо. Ну, я вроде все свое одел. Стойка работает, кстати. Но, по идее, стойка не скинулась. Или скинулась. Чародейская лихорадка. Скинулась стойка, пиздец. Скинулась. Не плохо. Ты никогда вернулся на дорогу, с северных человеком. Ох, Блаза. Извините. Вот, теперь она работает. Отлично. На 20% скорость атаки, на 20% меньше поглощения урона, во время блокирования на 10% выше шанс получения критического удара. О, вот это отличное описание. Не видите? Кстати, пришла жабнова. Видимо, описания были исправлены. А это прекрасно, на самом деле. Смотрю, тут ребята работают. Мне бы на выход. Это, по идее, местная коллегия магов. Так. Я же где-то отсюда пришел. Так, ну, левел почти. Давайте-ка сходим в Nexus, собственно. Прокачаемся. Так. Тень ветра. Что это такое? На 7% выше шанс нанесения критического урона. 25 секунд. Так, я понял. Это забафаться можно. Это на луке. Я так понял. Так, а это чистая магия, что ли? колдун. Да-да-да-да-да-да. Защитная стена. Да я просто чувствую, что я скоро начну переходить на как бы легкую броню. И к чему качать как бы тяжелую, распаляться в навыках. Ну, это тупо. Чего тут у нас? Позволяет вам использовать мощную атаку? Нет, это пока не особо интересно. Так, это на топоры и булавы. Увеличивает ваш шанс нанести 15% по защищенным врагам, то есть по тем, которые блокируют атаки с двумя одноручными оружиями на 15% быстрее. Это вообще превосходный навык, его надо брать. Прямо с ходу. Мне просто интересно, что это такое. К сожалению, в это посмотреть нельзя. Но тут прикольно. Прямо как в храме клинков, чем-то вот видок напоминает. Что же, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Я, наверное, между сериями пойду продам всякое. Еще попутешествую по рынку, может найду что-нибудь стоящее. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok